Министры и их заместители, руководители и исполняющие их обязанности чиновники различных ведомств и министерств собрались в волейбольном центре города Одинцова не на совещание. На этот раз им не надо решать дела государственной важности. Им нужно выяснить, кто сильнее. Мы подхватили такой боевой клич, сформировали команду в своем управлении и естественно с энтузиазмом вклинились в такой соревновательный процесс. Когда уже все узнали о том, что будут такие интересные соревнования в таких хороших площадках в Московской области, то естественно все сразу же оживились и у нас набралось порядка 10 человек. Пришлось даже устраивать отбор, кто более-менее хорошо играет. Команда от Министерства культуры выбрала ярко-синий цвет, а Министерство транспорта – серый. С самого начала Минкульт вырвался вперед. Первый тайм игры отборочного этапа спартакиады закончился со счетом 15-3 в пользу Министерства культуры. Второй тайм команда Министерства транспорта играла более слаженно, но счет 15-11 был снова не в ее пользу. Общий счет 2-0 в пользу команды Министерства культуры. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Потом на площадку вышли сотрудники Министерства экологии и природопользования, чтобы побороться за победу с чиновниками Главного управления территориальной политики. Экологи оказались более подготовленными и победили с общим счетом 2-0. Но финальных победителей называть пока рано. Отборочный этап по волейболу продлится до 17 августа. Матчи пройдут в четырех группах, по четыре человека в каждой. Всего в рамках Спартакеада участники будут соревноваться по 10 видам спорта. Волейболу, мини-футболу, настольному теннису, пинтболу, плаванию, шахматам, дартсу, классическому русскому жиму, стритболу и испытаниям комплекса ГТО. Завершится Спартакеада 10 сентября в Долгопрудном.